Приветствую вас и давайте постараемся исходить из того, что именно вам неприятно, неудобно, некомфортно, негативно в этой ситуации. Есть соседи, у которых сложилась своя ситуация. И мы сейчас не будем говорить об этой ситуации в целом, потому что они могут быть разные в ситуации, могут иметь разное наполнение и, по сути дела, жизнь других людей, она является не то, чтобы табу, ну, она является чем-то таким, закрытым, да, вот, вот. Люди, в том числе эта семья, на которую вы пищите, они могут делать все, что хотят, то есть, ну не хотят они вот дочь свою лечить, да, это их трава. Думают они, что помогают, так и, опять-таки, их прав, потому что насильно вы их не достаете никак. Так, почему? Потому что, если, как вы говорите, они пожилые, значит, они застали Советский Союз. В Советском Союзе очень многих людей оформляли на психиатрическое лишение просто так. Вот просто потому что, ну, они были неугодной власти. И правда заключается в том здесь, что наши родители, ой, не ваши родители, а родители этой девочки считают, что она в действительности здоровая. Просто, ну, ведет себя немножко обособленно, да, вот, и их не переубедить. Это их ребенок, это их кровинка, можно сказать, да, и они ни за что не пожелали, чтобы она была в психиатрическом. Но, это я в силу к чему говорю, кому-то бы вы поняли, что у вас, вот, что вам можно сделать, значит, это то, что непосредственно влияет на вас. То есть, давайте определим так. Есть сфера вашей деятельности, есть сфера их деятельности. И в определенном месте, в определенном моменте, ваши сферы пересекаются. И вот то, как они пересекаются, качество пересечения определяет ваше дальнейшее действие. Если ваши права нарушаются, если вы интересует дискомфорт, неудобство и так далее, то, соответственно, нужно обращаться в органы. И обращаться в органы для того, чтобы выявить источник шума, криков. И, соответственно, уже с этим источником, что-то делаем. Допустим, родители не хотят бояться оформлять свою дочь на личину. Хорошо. Но если от вас придет жалоба на то, что они мешают вам спать, она мешает вам спать, допустим, то будет назначено слушание. По итогам которого будет проведена экспертиза человека, будет подтверден диагноз. И как мера пресечения будет установлена принудительное лечение диагноза как следствие того, что вы не можете нормально отдыхать. То есть заболевание человека влечет за собой негативные последствия для вас. Это нарушение. Нарушение гражданского законодательства. И вот это вы можете сделать. То есть инициировать судебное разбирательство, инициировать процесс. Если будет установлена причинно-следственная связь между заболеванием девочки и, соответственно, превышением порога тишины в ночное время. И из этого будет сделан соответствующий вывод судебы. Вот как он постановит, так и будет. И вот это тот вы реально можете сделать. Больше, к сожалению, ничего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Магу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.